К Сорину все-таки я хочу вернуться. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который изнутри знает всю ситуацию, слухи насчет кокаина, наркотиков, это ведь на самом деле под собой ничего не имеет. Ты знаешь, версия, о которой мне рассказала мама Игоря, и от которой у меня прям волосы стали дыбом, совершенно недавно, где-то год назад я об этом узнал, что это скорее всего... У меня здесь микрофон, понимаешь? Ты сюда не ползи, потому что ты, извини. Ничего, ничего, пообщайтесь. Живой постички. Мам, живого надо отдать все-таки в добрые руки. Версия непредумышленного убийства. Ему, по-моему, в ходе какой-то суматохи или легкой заварушки в квартире свернули шею, вылезли на улицу, положили, вызвали милицию скорую, проплатили как следует, прям по-зрослому проплатили, потому что это не обычный был человек, а все-таки суперзвезда. И ретировались из страны, кто это сделал. Ух ты! Потому что когда Игоря я навещал в больнице, приходил, когда он лежал, был в сознании еще, у него не было синяков, седьмого этажа, ты упадешь без синяков? Угу. Ему просто свернули шею, какой-то там каратист, чемпион, чего-то там, не знаю. Я Светлане Владимировне говорю, все-все-все, давайте, может, поднимемся, он говорит, что только лет уже прошло, сейчас об этом говорить. И когда я об этом узнал, мне, конечно, прям вот, чтоб гореть в аду всем. Прости господи, что вот так вот произошло, мы потеряли такого таланта его парня. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Редактор субтитров М.Лома Москва 24. Редактор субтитров А.Семкин. Программа Москва 24. Продолжение следует...